Во сколько обходится бюджет у округа несчастные случаи, произошедшие на нефтедобывающих территориях, и кто на самом деле должен покрывать такие расходы? Эти вопросы обсудили представители окружной власти и нефтяные компании на заседании Координационного совета по охране труда. Об актуальности этого вопроса говорят цифры. Со смертельным исходом в округе в 2013 году зафиксирован один несчастный случай, в 2014 уже 10, в 2015 8 случаев, в 2016 пока 4. По словам начальника управления труда и занятости, зачастую такие ситуации происходят на удаленных недропользовательских территориях. То есть у нас есть основные недропользователи и их подрядчики. Очень много несчастных случаев происходит непосредственно в организациях подрядчиков, у подрядчиков в этих именно организациях. То есть в этой связи хотелось бы вам всем сказать и предостеречь. У нас существует на сегодняшний день ГОСТ 12.0.230 ДФИС-2007. Одно из требований этого документа гласит, что заказчику надлежит методично отслеживать, как выполняются правила охраны труда работниками подрядчика на площадке заказчика. На сегодняшний день отношения между основными недропользователями и подрядчиками не урегулированы. Всю финансовую ответственность несет на себе Ненецкий округ. По результатам 7 месяцев окружной авиации было выполнено 153 рейса. При анализе данных показателей было выявлено следующее, что из 153 вылетов санитарной авиации 64 вылета совершено на месторождение. На сегодняшний день те затраты, это порядка 90 миллионов, которые понес округ, они невозместимы по той простой причине, что не отработан механизм компенсации этих затрат. Все эти миллионные средства были потрачены на оказание медицинской помощи и эвакуацию граждан, не проживающих на территории Ненецкого округа. В соответствии с программой госгарантии и методическими рекомендациями по расчету и финансовому обоснованию программы госгарантий, затраты на содержание санавиации рассчитываются на количество жителей Ненецкого автономного округа. На месторождениях работают не только жители, но и люди, которые приезжают вахтовым методом из других территорий Российской Федерации. Соответственно, на них никоим образом не рассчитываются финансы. Более того, это обязанность работодателя. Чтобы урегулировать этот вопрос, по словам окружных властей, необходимо отработать четкий механизм компенсации потраченных средств, связанных с оказанием неотложной медицинской помощи с нефтяными организациями.